В частности, по словам вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова, республика, присоединившись к целям ООН, взяла на себя обязательства по их реализации. Для этого предпринимаются важные шаги. В стране создан специальный национальный совет, в который входят высокопоставленные представители государства, сказал он. Азербайджан проводит серьёзную работу для того, чтобы национальная стратегия развития соответствовала глобальным проектам. Всем государственным структурам представлены задачи, вытекающие из целей устойчивого развития. Вице-премьер подчеркнул, что добровольный национальный обзор Азербайджана по осуществлению целей был представлен в ООН 19 июля этого года. По его словам, Азербайджан проводит серьёзную работу для того, чтобы национальная стратегия развития соответствовала глобальным проектам. И парламент играет особую роль в их исполнении, отметил Али Ахмедов. В свою очередь, первый вице-спикер парламента Азербайджана Зеофет Аскяров отметил, что если заявления стран будут совпадать с их действиями, то эти проблемы можно будет решить. По его словам, каждое государство должно вносить свой вклад в осуществление данных целей ООН. Реализовать цели устойчивого развития будет невозможно, если страны не будут придерживаться данных ими заявлений. Если заявления стран будут совпадать с их действиями, то многие проблемы можно будет решить. Зеофет Аскяров указал на то, что в настоящее время в мире и в частности в африканских странах существует серьёзная проблема голода. По его словам, хотя африканские государства обрели независимость в прошлом веке, ещё до этого все их богатства были разграблены. С этими проблемами связан и сегодняшний поток мигрантов из Африки в Европу, отметил он. Азербайджан со всей серьёзностью подходит к реализации цели устойчивого развития, и парламент страны также вносит свой вклад в это. К примеру, в стране многое делается в области сокращения уровней безработицы, создания благоприятных условий работы, доступности инклюзивного образования. Однако, к сожалению, не все государства подходят с подобной ответственностью к этим обязательствам.